МИГРАЦИЯ Тема сегодняшнего занятия называется МИГРАЦИЯ Мы будем работать с мигранцией Entity Framework В частности у нас версия 3.1.7 Я покажу, что такое миграции Я покажу, как им управлять Как их можно накатывать, откатывать, закатывать, выкатывать В общем, набор слов Достаточно большой Давайте для начала создадим проект Я его создам из шаблона Который называется Nimble Framework Вы, в принципе, можете использовать любой другой шаблон В том числе и стандартный шаблон Для Visual Studio Я покажу это все на реальной базе данных Я буду использовать провайдер Для MS SQL Провайдер у меня В смысле, база данных У меня 2017 Но особых отличий, собственно говоря, нет Я работал с Entity Framework Core и на 2008 И на 2012 И на 2016 И даже на 2019 В общем, никаких отличий нет Так что не думаю, что будут какие-то проблемы Просто имейте в виду Что некоторые фишечки с 2019 Например, с 2017 Более лучше реализованы в Entity Framework последних версий Ну и давайте начнем с того, что создадим проект Я буду создавать новый проект Из шаблона Nimble Framework Я назову его Колобонга Пусть называется Колобонга EF Ну давайте назовем Migration Для начала Небольшой экскурс в шаблон Что в нем есть И из чего он состоит Итак, здесь Раз, два, три, четыре проекта Первый из них по иерархии Это Core В котором есть все контракты Для работы в соблосолюшене Дальше Entity Здесь одна сущность Log, как вы видите Дальше есть Да, вот она сущность Log, мы будем создавать Новую сущность Также есть проект Который называется .data В нем все, что касается db-контекста db-контекста В частности Entity Framework Ну и здесь небольшая надстройка Но это, собственно говоря, не важно Дальше есть Как бы сам проект Ну и там API И в нем подключены всякие штучки Типа Автомапера Типа Свагера Ну, суть, как говорится, не в этом Суть в том, что мы будем играться Непосредственно С новой сущностью Entity Framework Размещение ее в этой В этой базе данных Ну и для начала я делаю апдейт Все NuGet пакеты Ну, собственно говоря, я вам настоятельно Рекомендую это делать И Да, хочу И перед тем, как приступить Я бы для начала хотел бы остановиться на том, что у нас тут есть И В частности, про Entity Framework Смотрите, Entity Framework у меня использует InMemory режим То есть в реальном В реальном приложении это вряд ли потребуется Нужно только для тестов Поэтому я, естественно, переключу Приложение в режим Работы с SQL-сервером Для этого мне нужно Удалить пакет InMemory И, соответственно Установить другой пакет Который называется Core MSSQL Кажись так Ой MS SQL Сейчас найдем Давайте вот так сделаем MS Core Так Так Ой SQL-сервер Называется Прошу прощения Так, я его устанавливаю Отлично И теперь, как видите, у меня появилась ошибка Собственно говоря, здесь Так и написано, что Эта штука используется для работы В режиме InMemory А для этой работы В смысле для работы со SQL-сервером Мне нужно вот эту штуку Ну а смотрите Я создаю Connection String Который называется ApplicationDB Context Я открываю В Development Сервер у меня называется Localhost Database Пусть будет Migration Demo Трастет Connection Мне не подойдет У меня будет User ID Равен SA Так Мне нужен Сюда Пасворд Так вот Пасворд И он у меня Будет Равен Вот этой штуке И Собственно говоря У меня теперь ApplicationDB Context А ну это название Нет Мне Сейчас секунду Да я скопировал Правильно Это название Connection String Остается Ну и теперь для того Чтобы вообще Запустить эту штуку Мне нужно Как вы помните Entity Framework Core По умолчанию Не может создать базу данных Если у меня нет никаких Миграций Давайте я сверну поменьше Сделаю Открою только data И здесь у меня есть Ага Здесь ничего нету Отлично Миграции нету Поэтому мне нужно Первым делом Создать первую миграцию Для этого Я выбираю проект В котором у меня все это находится Говорю Add Migration Пишу Initial Я пишу обычно С большой буквы Тут что-то промахнулся И Хочу Нажать Enter Нажимаю Ждем Как вы видите Миграция создана Я наверное Плохо назвал проект Смотрите У меня Вот опять же Я на эту гадость попался Смотрите У меня Migration Совпадает с Migration То есть У меня Namespace Неправильный Ну В общем Вы так не делайте В общем Так лучше не надо Потому что Сейчас это все конечно Прокачало и сработало Но лучше когда Название В namespace Не совпадает с названием Класса Ну бог с ним Пусть это будет так Пусть это будет на моей совести Итак Для начала я все закрою Миграции у меня уже есть Но Давайте я буду Параллельно показывать Что у меня есть В моем сервере Я сейчас здесь Обновлю Как вы видите У меня здесь Сейчас в базе данных Вообще ничего нет То есть Только стандартные базы данных Как только Я нажму здесь Давайте я сделаю Вот такой режим Я именно в таком режиме Обычно работаю Update Database Пишу команду И пытаюсь с вами говорить Я в таком режиме Обычно работаю Просто Сейчас Это будет самый удобный вид Я делаю Update Database И моя созданная Вновь миграция Ну в общем-то Создается база данных Сейчас Visual Studio проверяет Подключение Connection Настройки Вот У меня Удачно все Нашлось И создана Собственно говоря Таблица Давайте посмотрим Что это у нас Теперь тут появилось Мне нужно нажать Обновить Вот она база данных Я включу ее И здесь мы сейчас ее видим Я использую DataGrip Это Продукт Который создал ReSharper Ой в смысле Который создал JetBrains Она у меня лицензирована Но в принципе Ну это я не хвастаюсь Это Просто чтобы знали Что она платная Ну и в общем У меня есть одна В базе данных Моя сущность Logs И нам пока этого достаточно На тот момент Что мы создали Первую миграцию Запустили ее И применили в базу База данная У нас Создалась Итак Давайте Снова переключимся В нормальный режим Посмотрим Что у нас здесь есть У нас есть Сущность Logs Мы для тестов Создадим Новую сущность Которая называется Ну давайте назовем Документ Что бы Что бы было Я сделаю Для Entity Framework Обязательное наличие Ключа У меня ключ Лежит в Identity Сущности Которая находится В сборке Собственно говоря Там ничего нету Кроме Как вы видите GoodID Вот Поэтому я вот Такую сущность создал Давайте Берем лишнее Здесь я напишу Как всегда Комментарий Record Update Entity Ну простите Привычка Ну и теперь давайте Накидаем пару свойств Пусть будет Стринг Пусть будет First Name Ну конечно же Давайте Правильно напишем Теперь я нажму Control D И создам Еще одно свойство Которое называется Last Name И в общем то Сущность у меня Готова Ну это пока еще На самом деле не сущность Потому что Класс я создал Но он пока К Application DB Context Никакого отношения не имеет Здесь есть только Одна Logs Так как у меня есть Наследник То есть есть интерфейс Абстракция На сущности Я поэтому Создаем сюда DB Set Называется Document Это будет Get Нет Это будет Get Set А Ну да Конечно Нужно написать Название Документ Спешил Прошу прощения Вот И так Тут Давайте тоже Лишнее Берем Напишем Set Закроем Теперь у меня Появилась Ошибка Это хорошо Потому что Я что-то Видимо неправильно Написал Да Я эту скобку Лишнюю поставил Вот Теперь у меня Появилась Одна ошибка Которая говорит Что мой интерфейс Не имплементирован В Application Я говорю Да Имплементировать Вот Появился Контекст Теперь у меня В базе данных В моем Апликейшн ДБ Контекст Соответственно Появилась Новая сущность Апликейшн Документ Давайте Теперь вернемся к документу И посмотрим Смотрите На самом деле Нужно указать Конфигурации Вот этих самых Свойств Если я их не укажу Давайте я тогда Покажу Как это сделать Снова Переключимся В Package Management Консоль Смотрите Я пишу Add Migration То есть Я хочу изменить Базу данных И я пишу Обычно так Entity То есть Что Какой он Документ И что с ним было сделано Created Я нажимаю Enter Обратите внимание Опять же На то что указан Project Точка Дата Кстати Можно указать это Вот так Через Context Здесь можно нажать Табуляцию Application Дб Context Project Можно через Табуляцию Выбрать Например Вот так И тогда Если будет Project указан здесь То вот эта штука Не важно Где будет Топизм Я нажму Enter Enter То же самое Я из-за того что Неправильно назвал Я повторяться больше не буду Просто применять BDM space Смотрите что у нас получается В итоге Что такое Migration Migration это набор управляющих команд Для базы данных В сторону Накатывания И в сторону Откатывания То есть Up это наложить изменения Down это откатить изменения И в общем то тут На самом деле Как бы все понятно То есть если я сейчас нажму Это бейс Давайте я вам покажу Что сейчас В базе данных Ничего не изменилось Как была у нас Сущность Одна лог Так она и осталась Сейчас я просто Создал документ Который Может эту базу Данных изменить И здесь собственно Игра написано Что накатывание База создания Будет создана Таблица Которая называется Документ И обратите внимание На название полей First name Last name Они стрингового типа посмотрел да как она работает и для того что она мне не нравится я хочу удалить я пишу remove migration и она удаляет последнюю созданную миграцию то есть я еще с базы данных никаких телодвижений не делал вот у меня опять это эти этот миграция удалена что теперь я могу создать новые новый класс я обычно называю ну naming convention у меня так сказать документ и дальше напишу model configuration собственно говоря у меня есть базовый класс ну например для identity сервера ой смысле для сущности которая через identity вот наследник есть для auditable но и так как моя моя где сущность моя сущность наследник от identity я воспользуюсь вот этой самой identity model configuration из чего она состоит вы можете посмотреть сами то есть это обыкновенный класс обыкновенный интерфейс который лежит в иденти в entity framework core и в общем вы можете это все то же самое сделать я просто воспользуюсь этим чтобы было побыстрее и вот так вот напишу identity model к ой не идентики энтити ой как же его на золото айден тити model configuration base до документ это название сущности я делаю имплемент да хочу ну и упс ну и у меня появились мои поля которые я должен указать то есть обирает я во первых здесь указываю название таблицы я пусть она называется документ и я хочу указать какие поля то есть identity у меня там внутри уже реализован давайте я вам покажу еще раз то есть я должен указать как тейбл должен называться какой ключ и вот identity собственно говоря ну и здесь я просто продолжу настройку полей но опять же и меня не цель научить вас создавать конфигурации я хочу показать как работать с миграциями то есть builder вот он и здесь есть property поэтому я сейчас быстренько набросаю вот у нас есть все сны я так вот control д нажимаю пишу властный и теперь я могу указать дополнительные характеристики например хэз макс для ну допустим 50 и допустим хэз макс ленк ну тоже пусть будет 50 и я могу указать required ну то есть фамилия чтобы было обязательно пока вот вот такой вот вариант теперь собственно говоря я снова говорю это migration я просто стрелку вверх нажимаю вверх вниз и она выбирает последней команды мне нужны иммиграция с тем же самым именем я нажимаю enter создается новая миграция сейчас посмотрим из чего она будет она состоять опять у меня этот ним space но смотрите теперь появились более детальные поля да то есть макс ленк появился и теперь уже у меня nullable state false для фамилии и в общем я теперь могу эту миграцию применить как вы помните для того чтобы применить нужно написать апдейт дата бэйс я нажимаю апдейт и теперь моя ря вот эта миграция реально применяется на базе данных теперь если мы заглянем в базу данных нажмем обновить у нас появилась теперь новая колонка вернее новая табличка у которой три колонки айди как айди еще с ними last name у них указан варчар 50 символов и но если глубже там копать то last name это у нас собственно говоря обязательное поле ну собственно что дальше допустим в ходе разработки мне потребовалось сущности документ добавить еще одно поле пусть она будет тоже какой-нибудь пусть она будет int и я здесь и хочу указать эйдж собственно для него никаких там телодвижения не нужно делать по конфигурации int он как бы и в африке int но тем не менее я сделаю потому что int бывает разный и целый и nullable и все такое я снова открою конфигурацию а вот документ configuration и здесь добавлю builder я здесь добавлю builder property здесь у меня уже эйдж и и все и и все вот она просто есть и все и давайте сделаем новая миграция это migration я также пишу нтти до документ property page так project у меня выбран нажимаю enter у меня создалась новая миграция она повторяет только создалась никаких изменений в базе данных нет и на добавление миграции создается свойство с именем эйдж ну лобал false дефолтное значение ноу а если я захочу откатить миграцию то это удалится и так опять же повторюсь что пока я не применил миграции в базе данных никаких изменений нет давайте применим эту миграцию отлично она применилась нажимаем обновить нажимаем свойства и появилось свойство дополнительная edge но тут допустим свершился какой-то казус и ко мне прибежал там не знаю главный старший аналитик и сказал нам эйдж не нужен а миграция уже применилась нам нужен не эйдж нам нужен data birthday например да и тут на самом деле как бы два варианта решить эту проблему первый вариант это удалить миграцию второй вариант накатить новую то есть в одной миграции удалить два поля то есть в одной миграции удалить одно поле создать новое поле либо просто откатить эту миграцию удалить ее и собственно говоря создать новую миграцию давайте давайте сделаем наверное ну давайте я покажу как откатить миграцию во первых у нас есть апдейт апдейт датабейс команда у которой есть дополнительный options который называется migration здесь нужно указать апдейт датабейс и миграцию до которой база должна откатиться у меня есть миграция которая называется документ created это где у меня как раз два поля я говорю migration control v и говорю обновить базу данных до миграции который называется играет это я нажимаю обновить база данных сейчас посмотрим вот у нас поиск свойства age я нажимаю 5 ну и как вы видите это свойство удалилась над понимать что при этом свойство осталось документе и у меня иммиграция осталась в документе ну в общем теперь я могу сказать вот это свойство и в 12 удалить теперь у меня получается есть ошибочки и я вот эту ошибку тоже исправляю нажимая сохранить и теперь я могу сказать remove migration ну и как вы понимаете последняя миграция была удалена база данных вернулась на тот момент когда мы еще только задумали делать age ну и соответственно что мне теперь остается делать мне теперь остается снова добавить новое свойство которое на этот раз уже будет дэйт дэйт тайм вот и теперь это будет уже берст дэйт вот и мне его нужно также добавить собственно гряем как он называет модель конфигурации и я сделаю так вот control д реквардса true макс лен здесь не будет работать и здесь напишу бёрст дэйт ну и после того как у меня сущность изменилась я могу сказать migration и добавить entity документ entity документ property бёрст дэйт я настоятельно рекомендую не делать сокращений нажимаем интер кстати при названии миграции потому что миграция описание самое название миграции должно четко говорить что вы там собственно грязь не сделали злосчастные применения импорта вот сейчас у меня есть апдейт датабейс я пока не буду этого делать давайте добавим базу данных сейчас она у меня находится без свойства дэйт да давайте потом покажу я сейчас делал апдейт датабейс я к тому что ну хотя можно это и здесь сделать хотя нет давайте это все оставим на потом апдейт датабейс и у меня сейчас базе данных появится новое свойство в сущности документ бёрст дэйт одно только непонятно почему я таблицу вроде таблицу назвал документ с как они называются господи property показывает персона я думаю что нужно сделать отдельную миграцию которая переименует у меня документ с people или там юзер да вот ну как вы видите миграция сработала у меня в базе данных новое свойство ну в общем все чудно и замечательно создадим еще одну миграцию которая на этот раз изменит название таблицы в базе данных и это сделать тоже очень просто у меня есть сущность документ у меня есть модул configuration для эти базы данных у меня есть название таблицы документ давайте напишем юзерс и сохраним документ конечно же и теперь нужно снова написать это миграция применилась вернее миграция создалась и здесь мы видим что у нас сбрасывается primary key у нас удаляется таблица юзерс вернее реней ну грубо говоря она удаляется создается новая юзерс и добавляется primary key она отмену и собственно говоря в обратном порядке то же самое но и как вы понимаете я сейчас нажму апдей датабейс чтобы внести уже изменения в реально в саму базу данных опс что-то я нащелкал тут отлично и теперь посмотрим базу данных нажмем обновить и теперь у меня документ нет у меня теперь есть юзерс который first name last name your date ну и в общем и в общем никакой сложности в работе с миграциями как вы понимаете нет если у вас возникнут какие-то еще вопросы по работе с миграциями в частности с антити фреймворком в общем то напишите комментарии мы про это обязательно поговорим еще маленькое замечание на самом деле антити фреймворк может антити фреймворки собственно миграции с которыми мы можем иметь дело они могут прекрасно работать и с постгресс и скей ну в общем то и с другими провайдерами потому особой разницы ну даже не особой а практически никакой разницы нету по работе с миграциями с и скей сервером с постгресс и скей но любыми другими провайдами то есть один и тот же принцип потому что миграция генерирует по большому счету скрипт на изменение базы данных на изменение схемы база данных ваших собственно говоря ну на этом наверно все будут вопросы опять повторюсь пишите подписывайтесь на канал что там еще всем всем добра а